День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Абсолютно негибкая система с критикой бюрократизма выступил на съезде Союза промышленников и предпринимателей Павел Молков. С открытой душой в исправительной колонии номер 6 прошел необычный концерт. Блоком по стрессам следователи выясняют, кто из них лучше на волейбольной площадке. Близость к столице – это не столько проблема, сколько большие возможности. Весь громадный рынок сбыта, московская агломерация полностью к нашим услугам, чтобы мы не произвели от зажигалок до тяжелых станков, абсолютно все находит своего покупателя. Такими словами, начал сегодня свое выступление на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей губернатор Рязанской области Павел Молков. По его словам, главная преграда для экономического роста – низкая скорость принятия решений. С точки зрения инвестора, Рязанская область – место идеальное. С этого начал свое выступление на съезде РСПП Павел Молков. 180 километров от Москвы, две федеральные трассы и две железнодорожных магистрали. Только пассажирских поездов в регионе ежедневно больше 40. В области также огромный запас энергетики. Ну а вот теперь вопрос. Почему при таких преимуществах Рязань давным-давно не превратилась еще в такой рай для инвесторов? Вот ответ здесь, на мой взгляд, очень простой. Это скорость принятия решений. Очень низкая скорость принятия управленческих решений. Вот абсолютно негибкая система. Тарак Нварович сегодня тоже об этом говорил, про сокращение избыточных требований. Вот пример. Я еще в самом начале работы встретился с одним инвестором из сферы сельского хозяйства. И он рассказал, что уже три года ходит со своим проектом по инстанциям и не может его согласовать. Три года. За это время у него стоимость проекта выросла с двух до пяти миллиардов. И там самого строительства-то всего было на год-полтора. Он три года бегает с бумажками и не может это строительство начать. То есть вот этот виртуальный бюрократический мир сложнее реального мира настоящего. Этот случай, можно сказать, стал отправной точкой больших изменений. По инициативе губернатора в Рязанской области все бюрократические процессы были значительно ускорены. И это не осталось незамеченным на федеральном уровне. Самое главное, что действительно с приходом вашего в кресло, даже не в кресло, на позицию губернатора, и скорость принятия решений, освоения действующих механизмов, и уже подходы к снаряду по новым механизмам поддержки, они уже все в работе. Рязанская область сегодня использует все федеральные меры поддержки по индексу промышленного производства. Регион второй в ЦФО и девятый по стране. И будет только прибавлять. У Рязанского региона много преимуществ и много возможностей. Мы открыты для диалога, готовы к сотрудничеству и к реализации самых амбициозных проектов, которые отвечали бы современным вызовам и потребностям страны. Важнейшее из них – обеспечить технологический суверенитет. Заключил Павел Малков. Рязанская область вошла в топ-5 регионов России по объемам строительства за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщает сайт правительства России. Как заявил зампред Кабмина Марат Хуснулин, в прошлом году строительная отрасль в России достигла рекордного показателя по вводу жилья 102,7 миллиона квадратных метров. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, финансируемой за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. В Рязанской области, напомним, за счет них введено 330 тысяч квадратных метров жилья, а это больше 40% от общего значения по региону. Сейчас за счет инфраструктурных бюджетных кредитов реконструируют западный коллектор и возводят 4 школы. Общая сумма для всех регионов – триллион рублей. В этом году по поручению президента ее увеличат еще на 250 миллиардов. Охладить пыл при принятии решения о перечислении денег мошенникам призвал Банки регионы, управляющий отделением Банка России по Рязанской области Сергей Кузнецов. Для этого он предлагает на два дня останавливать сомнительные платежи. По словам Кузнецова, технических мер противодействия аферистам стало больше в разы, а вот заставить людей не отдавать средства добровольно пока не получается. Несмотря на все меры противодействия, количество киберпреступлений в Рязанской области неуклонно идет вверх. По данным Банка России, таких криминальных обманов стало больше на 4%, общая сумма похищенных средств – больше 14 миллионов. Причем в подавляющем числе случаев люди предоставляют доступ к своим счетам добровольно. Впрочем, цифры противодействия обману тоже впечатляют. При содействии Минцифры России в Рязанской области заблокировано. 4 миллиона звонков с технологией подмены номера, более двух тысяч страничек в соцсетях и несколько десятков мобильных приложений. Но есть еще один действенный способ. Для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостановить зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе. Другими словами, внедрить так называемый период охлаждения. Часто мошенники используют социальную инженерию, воздействуют на эмоции людей, ставят их в условия, когда решение надо принять быстро, а времени на его обдумывание нет. Мы хотим, чтобы это время у человека было. За два дня он сможет обдумать свои действия, посоветоваться с близкими и отменить перевод. По данным МВД за прошлый год количество киберпреступлений в Рязанской области увеличилось на треть, раскрываемость таких афер около 20%. Поэтому предложение Банка России главный полицейский региона посчитал своевременным и актуальным. Я думаю, что основным моментом будет вот этот вот двухдневный период охлаждения. Вот эта заморозка денег, да, она будет для некоторых граждан очень болезненная, может быть, при каких-то финансовых операциях, но это, во всяком случае, даст очень большой плюс нам для работы в этом направлении. Пока что на раскрываемость в том числе влияют и бюрократические преграды. На переписку с банками у правоохранителей уходит очень много времени. Необходимо их подключение ко внутренней базе Финцерт. Оперативность раскрытия киберпреступлений должна вырасти в разы. В исправительной колонии номер 6 прошел необычный благотворительный концерт. В период Великой Четыридесятницы направить осужденных на путь истины приехал мужской вокальный ансамбль Рязанской епархии. Вместо тысячного зала небольшая комнатка в приходе. Слушатели осужденной исправительной колонии номер 6. Так проходят гастроли у мужского вокального ансамбля Рязанской епархии. Они не просто здесь отбывают наказания, они еще и спасаются. Потому что они должны пережить какой-то внутренний переворот у них должен произойти, переосмысление жизни. Они должны осознать, что с ними произошло, как жить дальше. Вот в этом как раз наша миссия, она заключается в том, что мы духовно должны помочь людям. Немножко им приоткрыть эту дверцу к Господу, к истине, к Евангелию и к евангельским истинам, которые помогают человеку понять, осознать это все. Благотворительные концерты уже стали доброй традицией. В прошлом году, например, ансамбль приезжал 23 февраля. В этом – в период Великой Четырехдесятницы. Репертуар подобрали соответствующие – пасхальные песнопения. Ну и те с небольшим секретом, которые слушателям предстоит отыскать самим. Я вот специально подобрал такие песнопения, чтобы они как бы задумываться, заставили человека о своей жизни, вот о том, что он, почему он здесь оказался и как жить дальше. То есть вот такие и небольшие подсказки, вот как молитвы к Господу, молитвы к Божьей Матери, молитвы к святым угодникам. Мы им подсказываем, кому обращаться, как изменить жизнь, что нужно сделать. В этом как раз вот тонкий такой план, может быть, да, духовного становления человека вот заложен. Основная идея для всех песнопений, говорит протеерей, – это тема покаяния и исправления. Однако в каждом произведении присутствует оптимистичный настрой. Как надежда на светлое будущее, уже исправленное, новое. Человек начинает задумываться о смысле жизни, начинает задумываться о том, как он здесь оказался, а это самое главное. А тем более в тех произведениях, которые исполняет хор, как раз и подчеркивается, заглянуть вглубь, подчеркивает традицию русского человека, на чем она основана, что главное для него является. Протеерей Георгий Галахов признался, что во время концерта чувствует отдачу от слушателей. В ИК-6, говорит, словно пришли все с открытой душой. И внимают к каждому слову. Концерт второй раз. И люди заинтересовались. Люди пришли. И, в общем-то, впечатления только положительные. Такие гастроли с благотворительными концертами идут не первый год. Мужской вокальный ансамбль успел побывать в нескольких исправительных колониях. В ИК-2, ИК-3 и других. И рассчитывают приезжать сюда вновь. Вытаскивать души из омута. В этом году Рязанскому художественному музею 110 лет. Все праздничные мероприятия впереди. Юбилей культурный центр отметит 30 марта. А пока что небольшой экскурс в историю этого места. Когда-то эти залы были предназначены для учащихся. Здание построено как мужская гимназия. Сегодня же прекрасный памятник времени хранит 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства 15-20 веков. Разных видов и жанров. В этих залах подлинники Коровина и Айвазовского. А постоянные экспозиции позволяют познакомиться с представителями современного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, на ней можно играть в мелодии. И вам, к сожалению, не видно. Здесь еще есть изображение скомороха с медведем. Они мне прислали фотографию и идет публичок и ведет с собой медведя. То есть это инструмент скомороха. Мастер-керамист Галина Сметанина вдохновляется народным, этническим. И в ее руках глина превращается в волшебные произведения искусства. Эту флейту она создала по запросу археологов, нашедших обломок инструмента во время раскопок. Флейта получилась точной реконструкцией своей древней родственницы. Прикладное искусство прошлых веков представлено в музейной экспозиции интересными экспонатами. Скажем, фарфоровые статуэтки. Наряду с посудой в XIX веке были популярным видом творчества. «Конек Горбунов» в XIX век написал Ершов. Это произведение показал Пушкину, сказки, которые уже были популярны давно. И Александр Сергеевич прочел эту сказку, вздохнул с облегчением и сказал, теперь этот род занятий мне можно оставить, есть на кого. И вот такой сочный, звучный трептик в фарфоре дулевский фарфоровый забот представляет. И наши юные зрители, конечно, увидели здесь и образ главного героя. Здесь же в отделе народно-прикладного искусства фигурки гоголевских персонажей, которые стали прототипами для традиционного представления галереи образов писателя. Придумал их рязанский мастер иллюстрации Баклевский. Немало легенд связаны с экспонатами этих залов. Например, есть зеркало, выполняющее желание, и картина, покидающая свою рамку. Перед вами баронесса фон Дерберг. Рассказал нам о ней представитель австро-венгерской школы живописи, очень талантливый художник Фюлла Пласла. И, наверное, многие из вас знают, что этот образ окутан множеством легенд и тайн. Загадочное выражение лица. То улыбающиеся, то готовые расплакаться, то насмешливые. Пытались объяснить углом падающего света. Тем же самым оптическим эффектом рационально объясняют и то, что образ выходит из рамки в определенный закатный час. В чем загадка баронессы неизвестна, но для ценителей живописи это прекрасный образец искусства начала 20 века. А вот с современной живописью, в основном с представителями авангарда, нас знакомит известный во всем мире коллекционер Дудаков. Части своих богатейших коллекций он привозит в художественный музей практически регулярно, благодаря чему рязанцы получают уникальную возможность прикасаться к мировым шедеврам. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Волейбольным турниром отметили 60-летие образования органов следствия рязанские пинкертоны. Впрочем, это что касается командных видов, но будут еще и индивидуальные. Стрельба из стабильного оружия и настольный теннис. Сегодня Алина Сафронова отложила свой китель с петлицами следователя в сторону. Здесь, в спортзале УМВД, она спортсменка, волейболистка. И успех тут измеряется не количеством раскрытых дел, а вколоченными в площадку мячами. Тренировки у нас проходят один раз в неделю в пятницу. Это не тяжело. Если ты тренировался, занимался этим, то даже уже с интересом этим занимаешься. На площадке команды следователей из города и районов. В турнире к 60-летию образования органов следствия выступают четыре команды. Представители города, районов следственного управления и следственной части. История этого турнира идет с 2018 года. Сначала в программе был только волейбольный матч. В последующем добавилась стрельба из стабильного оружия и чемпионат по настольному теннису. Но это все-таки дисциплины индивидуальные. Все решают индивидуальные навыки. А вот в командном виде придется попотеть. Они объединяют коллектив, ну и, соответственно, повышают физическую подготовность личного состава. А вы знаете, в следственных подразделениях очень тяжелый труд, тяжелая нагрузка. И вот хорошая спортивная подготовка, форма. И, соответственно, душой отдыхают, когда они находятся на площадке от работы, я имею в виду, где-то на спортивных состязаниях. И все это приводит к результатам, то есть хорошим в процессе несения службы. За эти шесть лет было сыграно порядка пяти игр. Состав команд менялся, следователи переходили из отдела в отдел. Однако фаворит всегда оставался прежним. Команда аппарата следствия. А вот городские же побывали на разных ступенях предистала. То золото, то серебро. Сейчас первую игру команда проиграла. Но надежду на общий благоприятный исход не потеряла. Такие игры прежде всего разрядка от работы. Оторваться от многотомников с грабежами и разбоями, мошенничествами и незаконным оборотом наркотических средств и так далее. Откинуть весь накопившийся стресс и уже с новыми силами взяться за раскрытие преступлений. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv На наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Эндоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова